Друзья, мы у вас уже третий раз. Большое спасибо, очень гостеприимно. Чувствую, что не зря приезжаем. По отзывам люди прям подходят, всем все нравится. Ну, давайте начнем, расскажу, что за продукция такая у нас. Во-первых, история. Препарат делается три поколения советских ученых. Мы участвовали в разработке, начиная с 60-х годов. Это все действительно советское время. В Казахстане, на Байконуре, все это проводили работы. Мы профессионально занимаемся йодом. Создали такую линию с бимуналкой. Начиная мазь, мазевая форма, 50-100 мл, это питьевая форма. Таблетки, ну, на стенде подойдете. Даже есть внутривенные формы йода. И все, естественно, начиналось с ветеринарии. То есть, вы правильно, да? Препарат отрабатывается на ветеринарии. Не какой-то новомодный, там, состряпанный на коленках, да? А это именно вот ученые. Начиналось все с мохноча. Владимир Иванович, кто знает, синий йод, да? Это вот наш прадедушка. К синему йоду хорошо отношусь, но, сами понимаете, ученые поработали не зря. И они сделали что? Давайте плавно перейдем к составу. То есть, у нас 7 форм йода. Это очень важно. Потому что, ну, для обывателя йод, скажешь, ну, йод, йод, это йод, который, там, мы мажем раны, спиртовой йод. Вот, а оказывается, не все так просто. То есть, йод расщепляется до 7 форм йода. И самое важное, что это 5-йодных форм. Щитовидная железа лучше усваивает. Почему многие эндокринологи боятся назначать препараты йода? Потому что говорят, ну, йод, это токсично, это накапливается. Нет. А они, кстати, почему говорят? Потому что, где-то 80-90% препаратов йод-содержащих, это препараты, которые сделаны и адид калия, которые довольно токсичны, и это неорганический, да, йод? Хотя он тоже нужен, но он нужен в малых количествах. Смешанный с молочным синтетическим белком, так называемый козин. Вот это соединение йод-козин у нас выдается за препараты йода. Все намного сложнее. Вот, пожалуйста, да? Вот это вот то, что надо. Следующий момент, это не просто йод. Мы все время как-то йодом на первом месте, но у нас же еще здесь хлорид, меди, цинка, кобальта, железо, марганца. И именно в хлориде. Потому что йод у нас что? Понятно, что это топливо для синтеза гормонов, щитовидной железы. И не только щитовидной железы. То есть понятно, что она через гипофиз влияет, через обратную связь включает всю гормональную систему организма. И локально тоже, да, каждый орган тоже имеет свою гормональную систему. Следующий момент, что вторая функция немаловажная йода – это антисепция. То есть йод, все мы знаем, что это мощный антисептик. А теперь представьте, что мы его выпиваем, да? И первое, что начинают, там, герпес сразу выходить, если его много, да? Там, кандида. То есть йод работает по вирусам, по бактериям, по грибам. По сути, это замена антибиотикам, даже не на 100, а на 10%. На 100. Антибиотики наши по бактериям. И то, я всегда говорю, чтобы все человечество уберлось в тупик. Нет антибиотика против, допустим, бактерий, супер-бактерия пневмония, да? Которая умирает в Индии, в Америке, потому что наелись антибиотиком. Вот. И сейчас в запасе держат колистин, такой антибиотик, который, ну, может, там, кому-то назначат, но сейчас его, как бы, держат в резерве. Вот так вот, это топливо для синтеза гормонов, второй антисепции. Вот эти все микроэлементы, они в виде хлорида. То есть еще больше добавляют антисептических свойств. И все это встроено в органическую матрицу, так называемую, цепочку полисахаридов, декстран, гамилоза, амилопектин. Давайте, наверное, перейдем сразу. Время есть, да? Догнали? Ну, можно перейти к примерам, потому что можно много рассказывать. Следующий слайд. Еще. Да. Ну, вот, знаете, на примерах живых мы будем понимать, вообще-то, чего нам ее нужно. Вот обратилась девушка. Кому, кстати, более подробная информация нужна, подходите к столику. Мы поговорим, даже какие-то индивидуальные моменты по назначению препарата. Наспойка многопрофильный препарат. Потому что еще раз говорю, йод – это не только щитовидная железа. Да, мы, что же, прям, выпили йод, и она все только вот здесь в щитовидке, и больше никуда не пошло? Да нет, конечно. В каждом органе есть так называемый йодистый симпортер, и очень организму нужен йод. Он прям подкачивает. Симпортер – это насос. Они прям говорят, дай, дай йод сюда. У меня вот здесь вот такой вот бактерия, вирус. Раз йод это пришел, прям так вот, как, очень схематично, смазал, пропитал, все, там, ушел этот патоген, сразу стало легче. Причем он включает механизмы самоочищения, да. То есть первое, что, килограмм износа. Мне звонят, говорят, вот, вы говорили, мы болеть не будем, а у нас тут износа течет. Спрашиваю, какая температура? 36,6. Ну, хороший грипп, да. То есть он именно включает механизмы самоочищения. Ну, вот пример, да. Мы уже, я вот, он один из моих любимых, потому что девушка оставила два отзыва. Там, может быть, будет ее фотография. Можно чуть вперед? Вот, да, вот видите, вот она немножко пришла, она была припухшая, это еще с ней поработали. У нее жидкость в трубе собиралась. Вот. Три недели с ней, значит, вилатон. Пропитки были, иммунал она начала по чуть-чуть, с одной капли. За три месяца она дошла до ложки, и до копила этого по ложке. И висцеральная терапия. В общем, то, что ее готовили на операцию, трубу отрезать, это через три недели она забыла. А вскрылась другая проблема в предыдущей слайде. У нее 17 лет, на тот момент ей было 35 лет, 17 лет вырастали ногти на больших пальцах. Перенесла один с операций, снимали ноготь. И если видите, вот здесь вот у нее скоба стоит. Ну как это можно вообще ходить со скобой, да? В патологическом центре. Она говорит, я каждый свой шаг полю. Ну ступаю, боль ощущаю. Понятно? И, в общем-то, начали с ней работать. Там есть промежуточный результат. И давайте вот следующий слайд уже. Все. Это она через три месяца. Не, не следующий, а где вот она? Она пишет в отзыве. Вот мои пальчики. Три месяца. Может, еще пока не идеально. И эта вот стоит фотография, она уже худенькая, на каблуках стоит. Почему так произошло? Почему так йод сработал, да? Ну, понятно, что и висцеральная терапия. Что с Александром Тимофеевичем мы очень плотно сотрудничаем. То есть ей отработали проекцию печени, там, селезенки. Как раз вот эти ногти, да, большие. Это и есть проекции, там, один правой печени, по-моему, другой селезенки. То есть с животом поработали. Плюс раскрыли все зажатости. И пошла туда кровь с йодом. Пошла дезинфекция. И я все-таки анализирую, почему же ногти-то так вот выросли, да? А я всегда, до этого всегда же говорил, что на море мы приезжаем, почему-то у нас волосы растут, ногти растут, да, все. Зубы там не леют, белки глаз. А почему-то, потому что, ну, если по Москве взять, ну, в принципе, в Ницке, наверное, тоже. Кубоментный воздух на целых две десятых микрограмма йода. Это очень мало. На целых две десятых. А на море, на Южном, порядка 250-300 микрограмм. И вот мы приезжаем на море, дышим, исходя, можно по формуле вычислить, исходя из объема легких, но в среднем человек может надышать йода, питать себя 20-24 миллиграмма в сутки. Представляете, какой мощный всплеск гормональной системы, да? Вот японцы же, они же не едят 250 микрограмм, которые нам почему-то назначают. Почему 250 микрограмм? Тут такая цифра. Ну, может быть, неорганического йода, ну, да, его вообще, в принципе, можно и не пить. А японцы 14 миллиграмм едят, да? До 44 миллиграмм в сутки. И ничего такого нету. Каких-то там сложностей, да? То есть это страна долгожителей, причем считается, что одна из самых пьющих курящих. Ну, у нас на сайте можете посмотреть ролик, очень интересная эта тема. Вот, то есть и у нее то же самое. Пошла работать гормональная система. Видите, кожа лица у нее какая? Женщины все отмечают, кожа лица просто становится младенческой, да? Вот, и она еще, правда, мазь наносила на ноготь, закрывала пленочкой. Возможно, были какие-то грибковые моменты тоже, которые мешали. В общем, устранили все, что мешало. Все. Это было давно. С девушкой с этой общаемся. Нам вот так и в WhatsApp, ну, просто красавица, да? Такие дела. Следующий можно? То есть на данном примере мы увидели, что вот сработала гормональная система, антисекция, да? То есть убрали там какой-то патоген, который мешал, плюс хорошо вилатон, вот эти пропитки, которые вытаскивают из подкожной лимфы продукты распада, и висцеральная терапия, безусловно. С висцеральными терапевствами у нас результаты в три раза быстрее, потому что идет активация проекционных зон, самого органа, фантастические результаты. Так, вот быстренько скажу. Если какой-то ячменек, берем вот питьевую форму, не мазь, берем ушную палочку, раз намазали. Завтра, кстати, будет мастер-класс, там вот прям подробно, потому что настолько много схем применения. И смазываем, да? Это я вот рассказал врачу, к которому обратилась вот такая женщина в Санкт-Петербурге. У нее называется холиозер, да? Ну, то есть ей предложили сделать операцию под общим наркозом, так как у нее на анестетике аллергия. В общем, она согласилась, говорит, да, я буду. Ну, я рассказал просто, как бы, вот, как оно делается. Там принимайте решение сами. Да, и она три недели, вот это вот две фотографии нарастания процесса, вот оно прошло затухание, вот эта штучка засохла, все, она отвалилась. Три недели у нее заняло. Пила 10 капель утром, 10 капель 16 часов. Почему пероральную форму? Потому что нам идет, опять же, антисепция крови, все, что там вирусное вот это вот воздействие. И плюс, вот, локальное смазывание. Можно промывать глаз, можно капать глаз в растворе, да, иммунальном. Вот такой вот цвет делаем. Ну, завтра, сейчас можете подойти, я уже три раза закапал фокус сразу. Причем закапываю сразу фокус, так-так-так-так, прям, ты видишь. И также можно и в нос закапывать. Следующий слайд. Так, что у нас? А, это вот буквально на прошлой неделе. Мама обратилась, да, мальчику 9 лет. Постоянно мраморное белое лицо, постоянно респираторные заболевания. Ну, а через 5 капель перорально, несколько дней, потом 10-20. В общем, когда дошли до ложки, у них пошел сухой кашель. Они пошли к врачу, врач смотрит, горло, горло краснющее. Температуры нет, ничего понятнее. Не может. Но мама такая решительная. Мне даже пришлось немножко останавливать. Она говорит, все, я буду пить. Но я ей рассказываю историю своей семьи, что я бы сделал, да, что я не могу, особенно с детьми, брать на себя ответственность. Я говорю, у меня супруга в таких случаях по 2 ложки даже 2-3 годика, когда была дитя. И она дала 2 ложки, решилась, несколько дней прям давала. Потом, ну, просто по хронологии все это свежое. Она говорит, вот у него пошел белый налет на языке и пошел отход мокроты. И причем, говорит, горло красное, оно было все красное, локализовалось до такого красного круглышка. И, не знаю, даже с фотографиями, горло там, там, и вышло несколько таких длинных товарищей. Мальчика ночью температура, на утро он здоров. Вот, сейчас мы не созваниваемся, но все нормально. Следующий слайд. То есть, вот здесь мы видим антипаразитарное действие. Это то, что удалось на фотографиях. Так в устном творчестве народ звонит, рассказывает историю. Так, это язвенный хилик, тоже вот, по сути, это такая-то предраковая ситуация. Женщина пила висцеральная терапия, ну, пила бимонал. И мазала матью. Вот, видите, оно раз-раз-раз, вот это ушло. Следующий. Ну, да, вот вчера приехал, тоже по WhatsApp-у сообщение, женщина восторжена. Кому нам покажу. Пишет, говорит, ушел, ура, ушел, гепатит Б. Ну, для нас это будни. Она год пила по ложечке. Вот, плюс она герудотерапевт. Вот, а это вот семейная пара, я очень часто про нее рассказывал. То есть, Юрмек Мукуров, он казах, но живет в Москве, я лично его знаю. И он эти документы передал мне. Про них даже есть статьи про эту семейную пару. Можете почитать в интернете. В общем, у него был асцит первой степени, цирроз. Ну, по сути, он умирал. Понятно, что гепатит С. Сахарный диабет, там это, в общем, мы не пишем. Ну, там написано, но он ушел сам по себе. То есть, что было? Ему, вот, супруга дала правую долю печени. Вот, печень прижилась. Понимаете, такая вообще даже история. Лебединая такая семья, да, что супруга дает. В общем, пересадили. Это была четвертая операция в клинике Сызганова в Казахстане. По пересадке, да, все было очень так, на тоненького. Но все прижилось. Ну, понятно, что гепатит никуда не ушел. И он лечился пегасиус, там, энтерфероны. Говорит, что с ума не сошел? Такие сложные препараты. Вот, а потом пропил, и в Казахстане прокапался у супруги доктора Нурокова, который давно с этим препаратом разрабатывал схемы. Вот, и у него, в общем-то, гепатит ушел. Там можно следующий слайд, да? Там вообще три, вот, три даже анализа, что все, гепатита нет, человек живой. То есть вирусная нагрузка снимается. Давайте следующий. Ну, это то, что я говорил про питьевую форму больше, а вот сейчас еще и про мазевую. Мазь, видите, женщина с маской. Можно делать маски. Но только, это же все-таки йод. Вот, нужно аккуратно нанесли. Если нам нужен лифтинг-эффект, на 30 минут нанесли, смыли, каким-то натуральным кремом помазали. Просто такое ощущение, что у тебя 2 килограмма с лица сняли. Ну, давайте, следующее. А можно мазь смешивать с какой-нибудь жирной основой. Причем, если вдруг где-то на солнце сгорели, мазь смешали с жирной основой, и утром сгорели, намазались, вечером снова идем загорать. Моментально работает. Вот отзыв от нейрохирурга знакомого. Он позвонил, тоже спросил, говорит, что посоветуешь. Дядечке же видит пластину 62 года пациенту, и на антибиотиках у него нагноение. Ну, в общем, он умирал. Я говорю, слушай, давай 10 капель утром, 10 капель, 16 часов так вот, по чуть-чуть его, да, чтобы в кровь пошло. И вот это он заложил, видите, вот черненько вот здесь. Это он мне пишет, говорит, слушай, что за мазь у тебя? Я говорю, я ее наложил, а наложил он, можно следующий слайд? Заложил он ее вот так вот. Говорит, она улетучилась? Я говорю, да нет, ты что, она просто организм, дай сюда, для антисекции мне, дай что-нибудь. И вот это вот вторая фотография, он прислал, это через 6 дней. И это, говорит, белые прожилки, это не гной, это остатки апоневроза, регрануляции уже 80%. Через дней 10 ему там зашили, и все, человек живой. Насколько вот важен, да, йод. Ну, вот такого плана, там, практического применения тоже на раны, причем это йод, который не жгет. А помните, как у меня дети раньше мазали, вся семья там дула. Вот, а этот, то есть, просто берем на открытую рану, раз, и он, ощущение, что начинает стягивать, как будто зашивает. То есть, там, за счет того, что здесь, еще по составу, да, то есть, здесь реализован принцип жидких кристаллов. То есть, он сам в жидкой форме, но молекулярная решетка твердого тела, то есть, он сразу начинает стягивать. Стянуло, плюс идет обеззараживание, еще и косметический эффект, практически, вот, шрамов не остается. Ну, давайте еще, да, по псориазам, у нас еще есть такая форма, ветеринарная на столетнюю, успех не есть, литровая. У нас, так вот, знаете, как комплекс получился. Ну, в Перми, кстати, были, были младены здесь, и подошел мне человек из Кумгура, у нее на конференции, да, по фестеральной терапии, Пономарева и Галина Младима, говорит, вошел человек, говорит, слушай, у меня дочка, как-то, вся в псориазе подросток. Я говорю, ну, давай, пусть пьет, там, эстеральную терапию, это, очищение, звонят через, там, месяц, говорит, слушай, ну, там процентов 30 ушло, говорит, давай еще, вот, в ветеринарную форму, пусть ванны принимают, то есть, принимаем ванны, вода с йодом, выходим из ванны, накладываем на псориазную бляшку мазь, и под целлофан можно на ночь. Через 3 месяца у нее весь псориаз ушел. Вот, и для нас это, как бы, тоже так. Ну, еще, можно слайд, там, следующий? Нет, это, а, это, это герпес, похоже на, да, герпес, если герпес вылазит, кстати, бимунал, он начинает, вот то, что я рассказал, начинает сразу гнать, если герпеса много, прямо он сразу начинает вылазить. Не надо его мочить, берем бимунальную мазь, причем, если люди, у кого герпеса, не чувствуют, да, что вот, что-то там дотянуло губу, и берем сразу бимунальной мазью, получается так, что даже, он не успевает вылазить. Обычно герпес, он все стадии, правда, вылез, там, набух, пока не засор, вот, а этот раз, и растворился. Но, вообще, кто пьет бимунал, если у них, допустим, 5-6 раз в году герпес был, то герпес, с, конечно, питьевой формой мы не уберем, да и вообще, очень сложный вирус. Ну, хотя бы, там, полтора года, там, где-нибудь, ну, вылезет один раз, уже качество жизни лучше. Закончилась, да, презентация? Ну, могу еще что-нибудь рассказать, если, может, какой-нибудь вопрос есть. Если есть, или нет, Две минуты. А вы, с герпесом, получается, когда используем, да, это не будет подавление? Давление на что? Подавление на герпеса, вообще. А, герпеса, ничего. А чего-то проблема, он без нитры сидит, да? Да, поэтому мы же и пьем, вот, кстати, вот в практике, да, то, что Александр Тимофеевич использует, банки ставим. Домашнее задание пациенту попить бимунал, уже он подготавливает, уже он нашел, кровь дошла уже, нервные окончания, и сидит в герпес, он уже, его начинает будоражить, и он уже ищет выход. И мы в этот момент можем поставить банку, там, сами знаете, по банке жидкости, да, герпес не тянуло, насосало его. Вот, кстати, у нас еще спрей был, тоже очень, как бы, сцеральный терапевт, его полюбили. Как раз после такой процедуры, спина такая вся натянутая, болезненная, побрызгать, можно, кстати, питьевой форме, его развести с водичкой, с физраствором, побрызгать, обработать, и идет и дезинфекция, и работа на герпес, туда, вглубь. Нет, угнетения не будет, наоборот, он подготавливает его выход, вот он вышел, намазали, все, ничего, нормально. Мы, конечно, еще раз, мы его не убираем до конца, но мы его жестко контролируем. Все. Ну, завтра мастер-класс, всех приглашают, казалось бы, йод, ну, тема такая избитая, но будет очень интересно. Еще всегда нужно, буквально минутку, всегда нужно какой-то сорбент, потому что люди загружены, питание, там, ну, всякие факторы, да, больше теплой воды, как Александр Тимофеевич говорит, и вот мы нашли сорбент, сорбент классный, здесь еще есть селен, натрий, кремний, кальций, магний, железо, калий, то есть хороший состав, это розовая глина, селен важен, да, для усвоения йода, вот, и помочь, чтобы не было нагрузки на органы выделения. Ну, все, спасибо большое. Да, по передозировке. Передозировки, ну, я, конечно, с препаратом 14 лет, ну, наверное, за сегодня, можете 4 выпить, но это я адаптирован, а мы всегда очень аккуратны, бабушки, дедушки, начинаем с одной капельки, с две, три, с адаптацией, почему, потому что у нас считает, как ржавый мотор, она стоит без бензина, вот, просто схематично объясню, да, стоит без бензина, мотор, заржавеет, заржавеет, а мы тут же залили, там, спортивного бензина, и нажали на газ. Конечно, мотор, это, по чуть-чуть, смазали, смазали, но, с другой стороны, друзья, на кард мощный идет, гормональный, просто, катком, ну, острую проблему, только скажу, что, ну, в России раньше, людям постарше, потом помоложе, сейчас детям назначают, в Белоруссии, я смотрю, тоже не слабо, ну, гормональный путь, он, путь никуда, то есть, машина стоит, мотор есть, но гормональный, это, начинает толкать автомобиль, не чтобы он сам работал и ехал, для этого нужен йорк, бензин, а мы его толкаем, и другие органы, ну, и, как, если маленьким девушкам, девочкам назначают, как им потом рожать, то есть, это, в принципе, тупиковый путь, нормальные формы йода, все работает. Спасибо. Но,